Всем привет, друзья! Меня зовут Майк, вы смотрите мой ежедневный влог Cam with Man. Сегодня 10 мая, вчера был праздник, салют и все прочее. А сегодня 10 мая, но все равно праздник, никто не работает. Ну, практически никто. Вот, я сейчас жду Толяна, он подойдет, мы поедем снимать, доснимать, переснимать. Всякие возможные сцены, которые в прошлый раз снимали, они не очень нам понравились. Вот, плечевой рик, фотоаппарат и штатив. Вот, а потом, потом посмотрим, что будет. Это снова я. Съездили с Толей на съемочную площадку, так сказать. Был снег, ну да, практически мокрый снег, град и дождь. И мы уехали оттуда, поискали цепь, нам нужна цепь ржавая такая. Вот, если кто-то из Омска, напишите в личку, если у кого-то есть где-нибудь на даче. Цепь ржавая, ну, кольцо там такое чуть-чуть, чтобы, ну, звенья, в смысле, не большая, там, якорная цепь, а, такая, чтобы чемодан обмотать. Вот, все, ладно, иду домой, сейчас что-нибудь перекушу и поеду к Олесе. Друзья, хотел вам, хотел с вами поделиться информацией. Серега Реальность, с которым мы проводили парочку спикапов, мой видеоблогерский друг из Самбова, замутил отличный сайт. Отличный сайт, он же форум, видеогвозди. Вот тут вот ссылочка, посмотрите, то есть, если вам интересно, ну, во-первых, свободная тема лежит там. Ну, уж я себя тоже попиарю. Вот, свободная тема лежит там, то есть, заходите, смотрите, обсуждайте, обсуждайте всякие примочки, съемки на DSL, а камеры. Если у вас такая есть, если вы, допустим, думаете, купить, не купить, зайдите тоже, почитайте, пообсуждайте, пообщайтесь с таким же, как вы и делитесь опытом, общайтесь. Это же круто, когда создается такой некий кружок, так скажем, по интересам. Вот, и этот сайт именно такой кружок по интересам DSL, а камер, то есть, владельцев DSL, а камер. Короче, заходите по ссылке, ссылка еще будет долго висеть здесь, чтобы вы не забыли. Обязательно посетите сайт и отписывайтесь в комментариях, как вам, что вам. Ну, что ж, друзья, товарищи, мы, как всегда, приехали в Мегу, ну, а куда еще мы можем приехать, в принципе? Вот тут уже заиграла музыка. Идем смотреть. У меня джинсы, джинсики посмотрим, может быть, купим, а то что-то я уже совсем в одних и тех практически хожу. Друзья, мы вышли из Меги уже давно, на самом деле, купили сумку Алиси, вот эту, в Заре, которая, на самом деле, зовется Сара, и купили мне джинсы. Джинсы вот такие вот, такие вот они, джинсы, но я вам как-нибудь попозже их покажу. Да вы сами все увидите, друзья мои. Друзья мои, мы опять КФС закупили, только сегодня мы купили панини итальянский. Это, короче, типа сабвея, то есть типа саба, сэндвич, только он булка, курица, сыр, соленые огурцы и соус какой-то там сырно-чесночный. Вот, ну и, конечно же, еще мы купили сыворотку. Ну, то есть это напиток на основе сыворотки, очень, кстати, клевый, я даже думаю, немножечко, может быть, чуть-чуть полезненькая вещь. Все-таки сыворотка это кисломолочная херня. Вот, ну а теперь мы едем, а, у меня же ноутбук с собой, едем куда-то, куда-то, куда-то смотреть, хоббита досматривать и жрать вот это вот дело. Ну, вы, конечно, все это увидите. Ну, вот и все, мы приехали практически на то же место, чуть дальше, вон там вот левый бережок, кушал пирожок, начался хоббит, час 0.09 надо найти, вот, отлично. Сегодня мы с колоночками, USB-колонки с аккумуляторами встроенными, все, все как надо, KFC. Ну, что ж, друзья, мы приступаем к еде и к просмотру фильма. Ну, что ж, друзья, анбоксинг, анбоксинг по ним, KFC, so good. Причем у них so good пишется в одно слово, странно. Вот, разворачиваем, смотрим, что внутри. А внутри нас ждет что-то, я надеюсь, вкусное. Я искренне на это надеюсь. Вот такая вот балда. Тут должна быть курица, курица, огурцы, сыр и вот этот тут соус. Ну, булка, булка, по крайней мере, он чесночный реально. Булка реально, ой, да, булка мягкая, короче. Пробуем. Клево, клево. Ну, вот я и дома, друзья. Давно я уже не вещал из дома. Ну, так, относительно давно. И сейчас я поотвечаю на ваши вопросы. И на этом мы на сегодня закончим. Кстати, фильм «Хоббит», мы его досмотрели. Отличный фильм. Лично нам очень понравился. Будем ждать с нетерпением продолжения и пересматривать всех трех властидинок колец обязательно. Это точно. Итак, и так, и так, и так. Сейчас я найду последнее, что тут мне писали, на что я отвечал. Станислав Фадеев. Майк, а где 44-й выпуск? Чуваки, 44-й выпуск, он на самом деле 46-й выпуск. Вот, и их получается, по-моему, получилось 2,46-х или 2 каких-то... Короче, я просто 44-й, я пропустил. Ну, не в смысле день пропустил, я номер пропустил. То есть после 44-й я называл 44-м, а 45-й я называл 46-м, и оно пошло-поехало. И потом 2 мне пришлось назвать одинаково. Ну, вы, в общем, поняли. 2,46-х, по-моему. Итак, дальше. Андрей Зализный. Привет, Майк. Не мог бы ты написать публично мне... Публично или мне в личное сообщение тексты своих песен на английском языке. Я просто только начинаю его учить, и поэтому не могу до конца понять слова твоей песни. Спасибо за понимание, удачи. Ну, чувака, какой именно песни? Все песни, что-то как-то... Мне их еще искать надо, и... А то и перепечатывать с бумаги. Не очень хочется, если честно. Прости. Дмитрий Небесных. Привет, здравствуй, хай. Может, я и пропустил, но когда сделаешь видос с укладкой волос, глупо будет выглядеть, если видео есть, а я не видел, дабы не было каких-то непоняток. Видео, где ты говорил, если вам так это нужно, то я сниму видео. Ну, какая укладка волос, ребята? Берете фен, дуйте на волосы, и все в порядке будет. Никаких секретов нет. Александр Строганов. Когда по штатам ЮБИОФАКТ... Кстати, скоро и по штатам ЮБИОФАКТ они сняты, есть, и осталось только домонтировать и выложить. Алексей Клюев, Майк, ты забросил свои проекты? Какова дата релиза вашего кинофильма? Я не забрасывал свои проекты, и даты пока нету. Ну, все, друзья, на этом все. Хватит на сегодня вопросов. Всем отличное настроение, удачи. Я пошел пить чай, смотреть телек, а потом ложиться спать. С вами был Майк. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok